Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и ребята-разработчики спойлернули, что будет ждать нас во втором сезоне. Давайте вместе посмотрим и попытаемся проанализировать, что же там все-таки нас ожидает. И я не зря поставил Химеру сейчас в ангаре, потому что на Химеру предусмотрен новый легендарный внешний вид, который мне в принципе понравился. Единственное, что есть один недочет, но это уже в процессе просмотра соответствующего видео. Ну что, давайте будем смотреть вместе. Итак, летящий, летящий ИС в новом легендарном внешнем виде. Я не совсем понимаю, почему именно летит. Возможно, намек на какой-то дополнительный режим или улучшение какого-то режима. Но сам внешний вид ИСа действительно чумовой. А вот и Химера. Обратите внимание, она выполнена в стилистике то ли Скорпионом, то ли Динозавром, то ли что-то смешанное одно с другим. Потому что сзади у нее есть вот этот вот хвост с жалом, но в то же время, ребят, у него есть гребень. И этот танк действительно выглядит просто бомбически. Не знаю, сколько будет все это стоить, но я бы себе такое точно хотел. Теперь нам показывают, если я правильно понимаю, М4Ё, который выглядит тоже довольно прикольно в такой стилистике, связанной с тематикой Дракулы или чего-то подобного. В общем, что-то явно потустороннее. Тоже, ребят, вид, конечно, бомба. Что касается Шеридана. Ну, Шеридан да и Шеридан. Что-то там ему добавили, поставили ему сзади какие-то две ракеты в хвосте. Сейчас посмотрим на них. Вот эти две ракеты, но больше, честно говоря, похожи на выход воды из водяных мотоциклов. Ну, по крайней мере, для меня что-то больше к лодке похоже, нежели к танку. Поэтому вид Шеридана мне как-то не сильно понравился. Хотя я больше чем уверен, что будут ребята, которым зайдет. Сейчас у нас на экране объект 268 в легендарном внешнем виде. С тоже вот таким вот в чем-то хэллоуинском, а в чем-то посустороннем обвесике. Летающий ворон. Плюс это у нас, ребят, светильник Джека. Но он существенно доработанный. Короче говоря, ребят, на большое количество машин будут новые легендарные внешние виды. И как вы видите, этот обвес показали не только на объекте, но и на другой машине. Я, правда, не совсем понял, что это за тачка. Но факт в том, что нам показали не только внешний вид, но еще и обвесик новый, который появится. И мне, честно говоря, он нравится. Дальше у нас на экране Бабаха. Бабаха в новом Камо. Легендарный внешний вид для нее. Но мне, честно говоря, не нравится. Потому что предыдущий, который вводили в стилистике космической, мне зашел гораздо больше. И там, по крайней мере, понятно, за что просят голду. За что здесь будут просить, я не совсем понимаю. Да, анимированный, но в то же время не совсем. Ну а здесь, ребят, самое интересное, мне кажется, на весь ролик. По-моему, это новая тачка в нашей игре. Поправьте меня, если я не прав. Напишите в комментариях, что это за машина, если вы в курсе. Потому что у меня информации нет. То ли два ствола, то ли ствол, смещенный в левую сторону. Хотя обладает то ли рубкой, то ли башней. И при этом всем, ребят, очень сильно мне это напоминает фейс-1. Возможно, я ошибаюсь, но в чем-то, я имею в виду вот эти вот гусеницы, все-таки похоже. Или может корпус просто взят с этой машины, а башня взят с другой, либо башня абсолютно новая. Возможно, возможно, ребят. Это новый Франкенштанг, который будет вводиться в игру. Ну что, смотрим дальше. Дальше у нас новый Дефендер, который уже благополучно приземлился на Лесте. Ну и теперь будет на Евросервере в том числе. Абсолютно новая машина. Обзор на нее сделаю, как только появится. И, поверьте мне, вы увидите его первым. Ровно как и любые другие новые машины, которые есть или будут появляться в игре. Дальше у нас еще одна тачка в легендарном внешнем виде. Ну и дальше просто промо-ролик, который показывает все больше и больше новых легендарных внешних видов. И вот эти вот три машины, как я понимаю, нас ожидают точно так же, как ожидали нас. Магнейт, фиксер и регрессор. Как я понимаю, это и будет вот эта тройка танков, которые мы, скорее всего, во втором сезоне сможем получить. Внешний вид довольно прикольный, интересный. Что касается вот этого, мне вот прям совсем заходит. Вот это тоже довольно неплохо. Здесь скромновато и со вкусом. Но в целом, ребят, движущиеся вот эти детали, ну прям чума какая-то. Действительно, художники поработали, ну просто четенько. Однозначно, даже не пятерочка, а сразу 10-12 баллов по пятибалльной системе. Ну и, в принципе, как я и говорил, вот эта тройка танчиков, за которые мы будем бороться, чтобы их забрать. И, как я понимаю, идея будет сезона второго точно такая же, как и первого. Я лично ожидаю наступления момента, когда смогу заснять видео на новые машины. Ну а вы, если хотите их не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить их выход. Проверьте, чтобы у вас вот так вот были выставленные уведомления с моего канала, для того, чтобы ничего не пропустить. А еще заходите в мой дискорд сервер, там постоянно публикуются все свежие новости, там огромное количество информации, вы можете пообщаться с друзьями, вы можете попользоваться головосовыми чатами, вы можете увидеть новости игры, вне зависимости от того, на каком сервере играете, и можете увидеть новости канала, в том числе и новые видео, которые на нем выходят. Спасибо вам большое за внимание к моему контенту, ожидаем сезон второй, ну и потираем руки в нервном ожидании новых машин. Всем всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.